Всем привет! Меня зовут Светлана. Я партнер и управляющий директор компании Полго. Вот сегодня я опять вышла на связь. Хочу со всеми пообщаться. Сегодня я хочу рассказать о продукте Релакс компании Пел. Ну и может быть просто побеседовать. Зависит от того, сколько времени будет уходить, что я буду рассказывать. Продукт Релакс это стресса, депрессия, страхи, бессонница. Вот даже сразу открыла. Вот книжечку не приготовила и сразу открыла. Значит сама вселенная направляет. Вот посмотрите какой состав травы. Ничего лишнего, никакой химии, не имеет противопоказаний, не имеет побочных эффектов, не имеет передозировки. А что еще нужно нам, как говорится, особенно когда мы даем это что-то для наших деток. Дрожжи вот такого, в таком вот состоянии имею ввиду. Конфетки вкусные, сладенькие под язык ставим. Оно сразу через кровь поступает нам туда, куда нужно. Что я хочу рассказать о Релаксе. Это опять же начну с результата. Потому что в принципе, я так думаю, что это самое важное. Если зная результат, всегда можно найти продукт на ютубе и о нем прочитать, посмотреть ролик и все остальное. Поэтому расскажу свой результат. Ну, потому что я о нем не рассказывала. Естественно сейчас вспоминаю все, что за два года произошло. И хочется эту информацию вам дать. Был такой случай одно время у нас в школе. Ну, я не помню, полтора года назад. Год назад. Вот. Год назад. Группа Кит или Голубой Кит, если кто наблюдал по соцсетям. Короче, предупреждения шли везде. И в школе, естественно, тоже каждый день собирались собрания какие-то. Это там детям классные часы, вот это все рассказывают, объясняют, чем это опасно, чем чревато и тому подобное. И произошло так, что я просто обратила внимание, что моя дочь, это ей лет 12 было, полтора года назад, не спит ночью. Там два часа ночи, три часа ночи. Естественно, ты понимаешь, а ребенку же в школу, а как же она станет в школу, как она пойдет в эту школу, если она не спала всю ночь. Естественно, начинаешь задавать вопросы, что произошло там, что не так в школе может. Ну, сами понимаете, да, психология есть психология. Это что же нужно уметь понять ребенка и узнать, что же произошло. Естественно, ребенок мне рассказывает, что вот так и так есть. Я так слышала от людей, но я из тех людей, кто не сильно прислушивается, я вообще стараюсь избегать негативных вот этих всяких моментов. Поэтому только если это касается уже где-то близко, что-то чувствуется, да, тогда я уже обращаю внимание и начинаю анализировать, что делать, как делать. И вот здесь, когда я узнаю от ребенка, что она боится ночью спать, оказывается, что ей, боится, что ей позвонят, боится, что там через компьютер. В общем, вы понимаете вот эту ситуацию, страх того, что произойдет. А я говорю, ты что, кому-то давала телефон, ты с кем-то связывалась там по этой группе, что ли ты была? Нет, не была, телефон не давала. Ну, мысли-то, знаете, как работает у меня, друг скрывает, друг боится. Ну, получилось так, что я решила подавать наш релакс. Дала я ей один вечер, дала ей второй, дала третий. На четвертый тоже не помню, по какой причине. Это все-таки не получилось у меня записать поближе к тому моменту, когда это все произошло. Потому что то щенки у меня родились, то одно, то второе, то третье. И, скажем так, что это надолго отняло меня. Я тогда так тяжело начинала. Начинала почему тяжело? Потому что где-то комплексы, где-то непривычно общаться, понимая, что тебя будут видеть люди, допустим, чужие люди, которые тебя не знают. И немножко вот этот страх тяжело было побороть. И в конечном итоге, когда я все это сделала, произошло так. Собака родила, времени нет у меня, плюс домашние дела, скажем так. Это я тоже, кстати, о себе расскажу, все равно запишу ролик. Коротко о себе, чтобы было понятно, кто я такая, чем я в жизни занимаюсь. И мои интересы такие более, естественно, не все, а самые доступные. И у ребенка произошло так, что, продолжим, что я, допустим, на четвертый день, я же говорю, не помню почему, но не дала я ей. И так вот прошло день, два, три, и я сама себе думаю, стоп, я же ей больше не даю эти витамины. А она же спит. Думаю, что-то здесь не то. Подхожу, ну, ночью проверяю, да, следующую ночь, потом проверяю, потом. Ребенок спит. Вы понимаете, для меня это вообще такая, думаешь сама себе сразу. Почему этого не было тогда, когда дети были маленькие? Вот если кто помнит, у кого дети уже повырастали, естественно, вот мамочки, у кого дети маленькие, обратите внимание. Дети же боятся спать, боятся выключить свет. То у них бессонница, то их не уложишь спать. Вот всякая такая вот бывает. Да и себя в детстве вспоминая, что свет выключат, а там что-нибудь стоит и что-то мерещится. Мы все через это проходим. Так вот, наши дрожжи, они помогают справиться с этими страхами, помогают справиться с депрессиями, стрессами. И в это же время они восстанавливают тоже нашу память, кровообращение в мозгу. Если у кого-то давление, оно стабилизирует давление. Ну, естественно, если очень сильно высокое, все-таки оно не будет бороться с сильно высоким давлением. Для этого уже нужно сердечно-сосудистое направление. А это все-таки именно то, что связано с нервами, с расстройствами, со страхами, волнением. Ну, я бы сказала, даже гнев и раздражение. Вот вы злитесь, поругались, и вот у вас злость аж кипит внутри. Вы знаете, вот релакс очень хорошо работает, чтобы успокоить. Он даже дает такое ощущение, как будто вам хочется жить. Такое вот, как будто вот радость какая-то появляется. И вы не понимаете откуда. А так работают они, вот такой подход, скажем, у драже к нам, к людям. Хотелось бы вот сказать о травах. Опять же, не буду пересказывать, но мы все знаем травы. Латук, банан, пассифлора, витания снотворная, ромашка. Ну, естественно, тут больше наименований трав. Что еще у нас было? Ну, по релаксу, я так скажу, я бы не сказала, что сильный результат. Меня, естественно, удивил вот этот момент страха. Страх ушел. Спокойствие. Ну, как бы я справлюсь со спокойствием. То, что я делаю по жизни своей, моя сфера деятельности, как бы обязывает меня научиться справляться со своими эмоциями без всяких этих вмешательств. Ну, скажем, вот такое вот направление мне очень нравится. Я обожаю, потому что это, во-первых, вкусно. Если кто помнит фильм «Желтый чемоданчик», ну, по-моему, «Желтый чемоданчик», таблетки от страха. Вы знаете, я не знаю, как то, но я всегда думала, вот бы мне такие таблеточки. Вы знаете, и вот сегодня они есть вкусные, сладкие, к чему не обязывают. Не нужно там расписывать время, утром, обед, вечером взять стакан воды, выпить. Пожалуйста, если вам в дороге что-то, вот, волнение появилось, взяли себе и все под язычок, никаких этих проблем. Да и ребенок с удовольствием будет. И помогает справляться с памятью, восстанавливает память, концентрация улучшается. Вот на экзамен ребенок идет, вы представляете, какая это помощь ребенку? Он как бы успокоится, в то же время он весь соберется, он весь сконцентрируется, и у него как шоколад. Мы же все кушали шоколад перед экзаменом, да, чтобы там достать что-то у нас в компьютере нашем, в мозгу. Вот релакс работает точно так же. Я случай могу только рассказать одной женщине, она, как мама, двое деток у нее в машине, она ехала за рулем по Москве. И вы сами представляете, да, на заднем сидении сидят двое деток. Это же и нервы, и стресс у нее такой вот, что там дети, ну, замечанием делают все остальное. В данной ситуации, благодаря драже, она это спокойнее переносит, и плюс у нее она еще больше понимает, что вокруг нее происходит, понимаете. Вот она видит дорогу, она видит светофоры, вот настолько концентрация. Я еще говорю, что наш релакс – это то же самое, что человек занимается йогой. Понимаете, вот сел, помедитировал, расслабился. Вот после релакса та же самая у нас ощущение радости, счастья в душе и безопасности. Вы будете чувствовать, что вы в безопасности. Поэтому вот такой вот наш отзыв мой о продукте релакс компании Эппл.Го. Поэтому всех, кого интересует под этим роликом, будет описание про релакс. Более подробно, более что он делает, как он делает. И мои контактные данные. Поэтому всем пока. До скорой встречи. До скорой встречи.